КОСМИЧЕСКИХ ВОЛКОВ Форма деревянной куклы привлекла художника настолько, что он, отложив идею с рисованными комиксами, взял краски и начал создавать героев в 3D-объеме. Первой как раз и появилась команда космических волков. Не то, что именно волки, как зверь волки, а вот именно как морские пираты, вот эти вот морские волки были, а это космические волки, ну, те же пираты, только космические. Это военные, это сержант, такой взят за основу был сержант морской пехоты, ну, это, соответственно, рядовой, поменьше товарищей. Для очередной серии персонажей Олег сначала придумывает место действия, будь то подводное царство, инопланетная галактика или горные чащи. И потом заселяет эти фантазмагорические миры столь же необычными персонажами. Кстати, у каждого из них тоже своя биография. Какая-то определенная морская разведка, которая занимается диверсией, и вот ее представитель-диверсант. То есть у него есть свои вот эти вот приспособления, чтобы под водой перемещаться, у него есть манипуляторы, торпедные аппараты. Сам Олег очень любит фэнтези-литературу, поэтому и его персонажи из неземных миров. Даже, казалось бы, знакомые всем лиса и заяц, Олег первоначально задумывал их, как героев русских народных сказок. Как-то подошла девушка и сказала, о, лиса вообще, а я вот Пелевина читал, а там была лиса-оборотень. Я прочитал лису-оборотень и вдохновился этой идеей, то, что вот именно, почему она говорит лиса-оборотень, потому что глаза человеческие. После лисы появился барсук-оборотень. Его история связана уже с восточной мифологией, согласно которой существуют животные-тануки, символизирующие благополучие. Поэтому у барсука два хвоста и таинственная внутренняя сущность. Также у него есть продолжение, что не факт, что барсуки-оборотни земные создания. Может быть, они прилетели и из звезд. У него есть свой космолет. Летательными аппаратами и скафандрами художник снабдил почти всех героев. Форма матрешки как раз подходит для этого. Она же диктует свои особенности при росписи, говорит Олег. Он разрисовывает каждую фигуру не только по кругу, но также снизу и внутри. Для этого использует акриловые краски. К работе подходит очень тщательно, прорабатывает все детали. Снежного человека, например, Олег расписывал в течение шести часов, чтобы получившийся персонаж был убедительным. Мне вот именно хотелось, чтобы они были похожи на настоящего животного, что как будто он где-то есть. Мы отворачиваемся, а за кустами может быть снежный человек или барсук-оборотень. Сейчас Олег планирует сделать серию с дракулой, мумией, лешием и птицей сирен. Сказку вокруг надо продолжать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова